Малахов 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 очень искренний ищущий человек. Помню, как однажды он в эфире ТВ первого канала заплакал, значит чистое сердце. Но нельзя сказать, что у меня там чистое сердце, вот на основании того, что человек заплакал. Я тут и на канале плакал, может вы видео это видели. Тут всё зависит от ситуации, в которой человек там плачет или ещё. Есть такая методика очищения слезами. Вот, тело очищается водой, разум очищается знаниями, а душа очищается слезами. Слезами. Слёзы, это говорит о том, что человек, ну, он понял свои какие-то ошибки, которые он совершил. И в этих ошибках он раскаялся. И, знаете, вот мы обычно раскаемся, говорим, ну, больше не будем делать так, как бы сказать, себя прощаем и прочее. А потом опять там что-то там делаем. Вот. А подлинное раскаяние, оно как раз вот выходит в виде раскаяния и прощения. Выходит в виде слёз. И после вот этого, как бы сказать, реакции организма, ты уже, можно так даже сказать, ну, конечно, не на все 100%, потому что есть всякие такие вещи. Можно сказать, что ты, грубо говоря, простил процентов на 90, раскаялся процентов на 90. Уже у тебя существует огромный шанс того, что ты этого больше делать не будешь. То есть твоя личность изменилась. А процесс вот этого изменения вылился в такие кризисные явления, как вот слёзы. Ты плакал, плакал, что вот я сделал там такое-сякое дело. И после этого, ну, допустим, так, я не хочу сказать, что я там специально изменял жене, но вот получилась такая ситуация, значит, у меня. И я увидел, как она переживала, насколько это было горько для неё, насколько это было травмирующе, насколько отразилось на её здоровье, что я вот про себя решил, нет, я больше с такими вещами не занимаюсь. Хотя я специально не занимался, ну, какой из меня там любовник, ну, какой-то посетитель пишет смысл жизни в радости, её даёт мать любого. Ну, нельзя сказать, что у каждого человека, хотя есть, знаете, каноны, которые говорят, в чём смысл жизни, что, как бы сказать, человек должен сделать в своей жизни. Так как эти все каноны давным-давно позабывались и извратились, и каждое новое поколение вот тут считает, что мы живём в 21 веке и будем заниматься, значит, однополой там любовью и прочее, прочее, прочее. Ну, хорошо, занимайтесь, просто-напросто этот народ вымрет, на их место придут другие. Вот и всё, вся ваша там, грубо говоря, однополая любовь со всеми вытекающими последствиями. И со смыслом, какой смысл бороться вот за это. Я так понимаю, моё мнение, это человек должен выразить себя в этой жизни, выразить так, чтобы это было полезно окружающему пространству. Ну, это можно долго рассуждать, я на эту тему так уже говорил, могу, конечно, ещё поговорить, но не здесь. Значит, смысл жизни, я считаю, в раскрытии всех ваших потенциалов. И всё это, всё это, вот этот процесс раскрытия, процесс вот этого показа себя Вселенной, потому что Вселенная смотрит на вас, все вот эти полубоги, боги и так далее, они смотрят. А что же там сделает, ну, допустим, вот Генка Малахова, а что он сделает такое? Вот он так просил жизни, он хотел, он говорил, что я тут сделаю в том мире, в том мире просил, да, ну, дайте мне эту жизнь дать. А вот дали, а что он сделал? На конфет объелся. Ну, а некоторые ещё набухались, на машинке катаются, да и всё. Это хорошо, что ещё машинку дали, ну, ладно. Дальше поедет такой комментарий на зелье Тиграна. Большая благодарность за его неравнодушие к людям, за его большое доброе сердце. Он лечит не только своим зельем и маслом, он лечит словом, своей поддержкой, пониманием, желанием долгих лет жизни, крепкого здоровья. Всех благ, с большим уважением, Ирина. У Тиграна Петровича довольно-таки непростая жизнь. В семью вошло горе, сын заболел эпилепсией, и вот, как он говорит, я объездил весь Союз. Вот всё, что было в то время, вот, растратил кучу денег, на этих светил, чтобы сделать, чтобы сына вытянули. Но вот эта вот концепция современной медицины, снимать симптомы, привела к тому, что просто-напросто его залечили и превратили в типа овоща. И вот сейчас даже что-то сделать настолько нарушено, настолько разрушено, что что-то положительное сделать очень-очень просто невозможно стало. И вот как раз с позиции вот всех этих переживаний у него поменялось. Его мировоззрение, его отношение к медицине, его отношение к людям. И вот он стал совершенно другой личностью, которая вот хочет, чтобы такого, такого, что произошло в его семье, не было с другими людьми. Вот тут звёздочки поставили на записке книга 2, детка Порфирьева, ну, а я написал, какова, каково, то есть, что это за звёздочки, каковому, каковому звёздочки, да? А тут написали, чтобы вас поддержать, а я ответил, это я своё восхищение высказал вам, вот таким вот образом, каковому, о, звёздочки, каково, ну, поняли, да? Так, ещё поздравляют меня с днём рождения. Посмотрела на одном дыхании, это про бальзам, караваев, селитель. То есть, вот мы сейчас говорили о Порфире, корне и череное. Человеке, который, вот, начал с малого, дошёл до очень и очень великолепных результатов. В самореализации, в лечении там людей. Ну, таких людей вообще у нас довольно-таки много. И вот, бальзам Ковароваева, то есть, Караваев, 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 создал вот свою, можно сказать, систему лечения с помощью там трав, разработал разного рода препараты, многое-многое другое. Вот, бальзам Караваева особенно там ценится. Вот, то есть, он выдал на гора очень интересный материал. Ну, вот, есть, которые используют его на работке. Ну, вот, особенно продвинулся в этом отношении его ученик, которого он вылечил от туберкулёза, Дерябин. И он нашёл производителей вот этих препаратов. И сейчас где-то эти препараты вырабатываются, продаются. Когда я был на этой передаче, посвящённой 70-летию Крокловой юбилею, как раз и он был, подарил вот такой кулёчек с этими разными препаратами, которые вот на основе разработок Караваева. Ну, я думаю, он их ещё там чем-то дополнил, как-то облагородил. Короче, всё это, знаете, так красиво, всё это хорошо смотрится, но, естественно, работает. Ну, и на этом и подзаработал зелье Тиграна. Это как раз про Тиграна сказали целитель, редкий среди людей, да. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...